Императорская семья Императорская семья Императорская семья Детские помещения мало отличались от прочих, разве что еще большей простотой. В классных было все необходимое для занятий по географии, физике, химии, военному делу. И только гостиная Марии Федоровны немногим выделялась. Она всегда была наполнена цветами, и дети называли ее комнатой ароматов. Из окон антресольного этажа открывался чудесный вид на собственный садик с мраморными скульптурами. Отсюда хорошо был виден Карпин мост, пруды и озера. В парке зверинец обитали редкие виды животных. Имелись закрытые специальной сеткой позания поля с множеством птиц. Словом, здесь было все для отдыха и работы. Александр Третий был настоящим тружеником, не раз повторявшим, что его дело за него никто не сделает. Он никогда не манкировал своими обязанностями. Лучше всех это знала и понимала Мария Федоровна, которая требовала, чтобы ее милый Саша ежедневно бывал на воздухе. Но даже здесь это не всегда удавалось. Бывали дни, когда дети видели дорогого попа только за завтраком. Иногда он ходил с ними гулять, учил грести, колоть дрова и читать следы животных. Эти прогулки, как напишет потом великая княжна Ксения, станут самыми дорогими уроками. В Гатчине царская семья проводила осень, часть зимы и весну. «Счастливы быть снова дома», – помечал государь в памятной книжке, возвращаясь сюда из кошмарного Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин